Кто к нам прилетел? Кто прилетел? Давайте послушаем, как кричит птичка. Внимание! Ку-ку! 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 Оля, 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 хорошо? А-а-а! Ребята! Сейчас я обращусь к студопедагогу Никольской Лилии Юрьевны. Лилии Юрьевны, извините, я немножко прерву ваш процесс. Всё-таки что это такое, как проходит оздоровление детей, с вашей точки зрения? Так, ну, задача верботональной системы обучения деток – это развить остаточный слух детей и интегрировать их в массу слышащих деток, или в детский сад, или в школу. Вот сейчас у нас проходят специальные занятия по развитию речи, по развитию речи, по фонетической ритмике у нас есть специальные занятия, по пиктографской ритмике, музыкальные занятия, которые направлены тоже только на, значит, выполнение одной цели. Это стимуляция речи с одной стороны, с другой стороны, развитие слухового восприятия. И конечная цель наших занятий и работы нашей всей – это интеграция детей в массовый коллектив. Это вам помогает данная аппаратура? Да, это аппарат СУВА, вот посмотрите, прекрасный аппарат, который, в общем-то, позволяет деткам, дает очень чистоту звука, он дает прекрасный звук идет, детки хорошо очень слышат, и позволяет дать то усиление деткам, на котором они могут работать, значит, без порога боли. Каждый ребенок чувствует, я всегда спрашиваю перед занятием, на какое ушко слышишь? Какое ушко слышит? Правое, левое? И ребенок мне говорит, я уже вижу, значит, болевых ощущений нет, ребенок меня слышит. И после этого мы начинаем занятия. Вы занимаетесь недавно, какие результаты? Вы знаете, я начала заниматься по пиктографской ритмике с сентября месяца этого года. Ну, я скажу, что результат, конечно, прекрасный, очень хороший результат, потому что в группе у меня двое деток глухих, Лена, подстимулируй их, пожалуйста, двое деток глухих, остальные детки у нас четвертой степени туговухости, и только один ребенок в группе у нас слабослышащие, которые третьей степени, это самый лучший слух, это у нас Оля. Вот дети слышат лучше всех. А остальные детки четвертой степени. Ну, что такое четвертая степень? Это без помощи сурдопедагога они никогда не научатся говорить. Только сурдопедагоги может дать, значит, дорогу в жизни. Ну что ж, успехов в дальнейшем вам. Спасибо большое. Мы находимся на базе филиала Всесоюзного центра, расположенного в детском саду Жаворонок. Я прошу рассказать о работе этого центра врача-сурдолога Матюхина Юрия Афанасьевича. Ну, работа в центре научном, филиала научного центра аудиологии и слухопротезирования города Нерюнгре, Минздрава СССР, очень нелегкая. Наш филиал был создан со 2 января этого года. И у нас имеется несколько детей, которые занимаются в данном классе, спецкласс, где имеется установленная аппаратура для развития слуха у детей. Но это уже идет после. Первый этап – они обращаются к отолерингологу на прием, в детскую поликлинику. Оттуда дети направляются к нам в филиал научного центра, где проводится диагностика, проводится аудиометрическое обследование, осмотр другими специалистами, невропатологам, психиатрам, физиатрам. И потом уже ребенок уходит на реабилитацию к сурдопедагогам. Занятия на какой аппаратуре здесь происходят? Занятия проходят на югославской аппаратуре СУОК. Эта аппаратура была приобретена на валюту, которую нам помог выделить и детский фонд города Неринга имени Ленина, и также производственное объединение Якут-Угля, за что мы им очень благодарны. А в перспективе что? В перспективе у нас будет сейчас отдан детский сад «Жаворонок» под филиал научного центра. Здесь будут размещены специальные кабинеты для всех специалистов, для врачей, для педагогов, сурдопедагогов, а также для физического развития, то есть будет заниматься с ними врач ЛФК. А в 24-й школе? В 24-й школе мы пока находимся на базе из-за того, что нет помещений. Осенью с сентября месяца мы будем занимать полностью помещение детского сада «Жаворонок». Филиал всесоюзного – это значит, что у вас будут дети со всего Союза? Да, к нам приезжают со всего Союза. Наша территория распределена от Урала до Камчатки. Уже за эти 5 месяцев у нас побывали и из Якутии, и из Якутска самого, и побывали с Хабаровского края, с Сахалина. Сегодня к нам приехали уже с Новосибирск ребенок. Вот после данной съемки мы будем заниматься с этим ребенком. И как врач, какие результаты? Как врач за эти 5 месяцев результаты мы не можем сказать, что они у нас прогрессируют. Но после специальных занятий с данными детьми по аудиограммам улучшается у них звуковосприятие. То есть мы заставляем работать слуховой нерв, который потерял свою основную функцию. И заставляем работать не только слуховой нерв, но и все ткани организма, которые воспринимают на головной мозг эти звуковые ощущения данного мира. Наши дети, которые проживают в Неринге и дуждающиеся в этом лечении, они все попадают сюда? Да. У нас дети занимаются в этом классе только с потерей слуха 4-й степени, можно сказать, практической глухотой. Ну что ж, спасибо.